Глава региона начал с хороших новостей. 18 июля в Ульяновскую область прибыл первый контейнерный поезд с товарами из Китая. Поезд состоит из 56 контейнеров с сырьем, материалами и комплектующими для предприятий Ульяновска и соседних регионов. 14 июля из Китая отправился второй поезд. Также формируется третий состав. Планируется, что он будет в городе до конца июля. Преимущества данного логистического поезда для предприятий очевидны. Во-первых, издержки на транспортировку сокращаются примерно на треть. Во-вторых, значительно снижаются сроки доставки. Таким образом, мы формируем регулярную цепочку прямых поставок, которая позволит решить возникшие в связи с санкциями логистические проблемы отечественных производств. Пристальное внимание губернатор Алексей Русских уделил безопасности детей на воде, в оздоровительных лагерях и на пути в школу, куда дети отправятся уже через полтора месяца. Пешеходные переходы все должны быть оборудованы всем необходимым. Освещение, разметка, искусственные неровности, я считаю, обязательно должны быть, потому что только это останавливает лихачей. О реализации проекта «Безопасный школьный маршрут» в Ульяновской области доложил глава Министерства транспорта Сергей Воронцов. В Ульяновской области насчитывается 426 школьных маршрутов, каждый из которых находится на контроле Министерства просвещения и Министерства транспорта. С 1 июля текущего года по 1 августа мы ежегодно проводим обследование участков автомобильных дорог, по которым проходят такие маршруты. Соответственно, по итогам обследования принимаем необходимые меры по обеспечению безопасного проезда. Это именно ремонт асфальтобетонного покрытия, установка необходимых дорожных знаков, вырубка дикорастущего кустарника. Безопасность детей стала одной из основных тем совещания. На заседании подробно разобрали происшествия в детском оздоровительном лагере «Волжанг». Здесь будет усилен режим работы охраны. Добавлены камеры видеонаблюдения, чтобы избежать слепых зон. Все камеры на территории лагеря заменили на цифровые. Ограждения лагеря меняют на глухое. Также решено усилить меры безопасности во всех детских оздоровительных лагерях Ульяновской области. Был принят ряд мер. Первое. Мы повторно заходим на поверхность всех лагерей. Причем эта проверочная кампания проходит с участием представителя Росквартии. Это важно. Мы реально нажимаем на тревожную кнопку и смотрим, сколько времени для поддержки помощи необходимой. До 22-го проверка будет завершена. В Ульяновской области полным ходом идет реализация приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. На совещании обсудили итоги этой работы за первое полугодие 2022 года. На сегодняшний момент работы завершены на 22 дворовых территориях и 6 общественных пространствах. Работы продолжаются на 68 дворах и 11 общественных пространствах. Техническая готовность в среднем объектов составляет 68%. На заседании штаба также обсудили меры поддержки жителей после урагана в Новом Лыклинском районе. Проанализировали жалобы и обращения граждан в соцсетях. Поговорили о работе делегации Ульяновской области в Луганске. И обсудили ситуацию на региональном рынке труда. Не обошли стороной ситуацию с коронавирусом. За неделю заболеваемость COVID-19 в регионе выросла на 28%. Но это в 20 раз меньше, чем в июле прошлого года. Ситуацию держат на контроле. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.